Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Поэтому он деградировал Кришна, Радхарани с головой. Таким образом, это Кеса. Он полностью контролирует Радхарани любовь к Кесе. Больше всего он там служит Радхарани. Кришна с таким счастьем расчесывает Радхарани волосы. Укладывает ее красивыми проборами. Украшает цветами ее волосы. Гирляндами обливает ее косу. А его зовут Кешева. Ка – это два значения Махарач передал. Ка – это Брама. И Иша обозначает Шива – Ишвара. То есть Кешева – тот, кто управляет и Брамой, и Шивой. А вот другое сокровенное значение Кешева – это то, что как раз Кришна, он постоянно занят тем, он любит украшать волосы, расчесывать волосы. А вот Кешева. Да. А когда Радхарани весил Радхарани, когда acknowledging эти Кешев, Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... что у него даже поменялся цвет тела, и он стал теперь как у Рады Рани, и он почувствовал в этом какую-то особую расу, он никогда такую не пробовал, и ему так это понравилось, что он захотел прийти отдельно, снова, и только наслаждаться этой расой, поэтому он приходит потом как Ши Чайтами Махапрабху, он увидел насколько блаженна эта раса. Ши Чайтами Махапрабху ки чар, сачинандана гаур-хари ки чар. Ши Чайтами Махапрабху 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 ки чар. И еще раз, что мы знаем, что Индия, Ганга, очень блогящая, очень блогящая. Мы знаем, что это Ганга, более чем блогящая, это Ганга, более чем блогящая. Поэтому, Браха-девы, говорит, что Ганга, Сатагуна, Проктам, Турайам, Мамандали, Ямуна, Бишрут-деви, Натракаржи, Вишаринам. Браха-девы говорит, что Ганга, что Ганга, более чем блогящая, и Ямуна, более чем блогящая. Вы не думаете о том, почему Ямуна так блогящая. В этом году Ямуна-Натрисе является тем, что Ганга, и Ямуна-Натрисе является тем, что Ганга, и Ямуна. И далее говорится о том, что во Вриндаване течет река, самая великолепная, самая высшая, Ямуна. И Ямуна является также Вишаркой, Сакхиба Вриндаване. И она также является, Святая Нагосвейхат говорит, что также является Сакхиба в Куре. И несмотря на то, что Ганга считается в миру общепризнанной самой священной рекой, все-таки Емуна занимает еще высшее положение. Об этом говорится в Варага-Куране, где Господь Варагаде говорит о земле приты. Как бы ни была возвышена Ганга, нет сомнения в том, что Емуна в сотни раз более возвышена, чем она. Что случае, Year's Eve, которые моя земли, что она занимает Joaquт. Так, после этого, ее мы с тобой с тобой ориенем, когда она Nejlich и К violetах проходит. Когда мы с тобой с тобой, все остальные Вриндаване на землю есть, они не имим. Это будет, что все-таки они с тобой, которые на земли, которые на землю, и и с тобой, все в госпи, как раздохнуть, то тоже они с тобой. Слушай, I have Senin жители обращались за тром до musique и лодки, но в результате ду занимались навы6 Кришна в Макарандху, это Кришна в лотосной воде, сейчас он плывет в этом жаму-надиме. Поэтому это всегда плывет в Макарандху, Кришна в Макарандху всегда плывет в этом жаму-надиме. Когда Кришна и все госпи совершают омывение, то все это идет, все это находится в Ямуне, все это вещь, что течет в Ямуне, называется Макарандху, то есть вот эта вода с лотосной стоп Кришна. Я говорю, что это Ямуна. Я говорю, что это Ямуна. Я говорю, что Ямуна, когда Кришна услышал свою свою благословую, что на Кришна с бод и разбал, когда Кришна получается светос. Когда в Offensей украли, украли это Кришна, это Казал, и украли это кашал, и из-за воды он плывет и растет в Кришна, и и украли этот бод и украли это�но. Когда он плывет, это Ямуна на ди. То есть в благословую, он плывет который вычисли в Кришна, и есть благословую. Как- Abdajan is maths and Krishna. Или både Кришна. И revisit Кришна другого worry другого. Но как ни про Гришна,coloторич Кришна. Уöll, встан наибуха Федори . Окей этот камень общался , так же образом будетわかрытия нежав 거죠 . Но вот Грабхат дриба получается , Нагальдапшлогдис джамнамит. Образовались черные струйки, которых было так много, что они заполнили иммуну черной, черной краской Каджала. Вторая причина, почему иммуна является черной, потому что она, как его возлюблен, она так глубоко думает о нем, что сама становится черной. И вот так иммуна называет врават, но она всегда чиста и трансцендентна. Таким образом, джамнамит, что она является дочерью бога Сонаса. Сурджа Дева так ярко, как Ямуна, так ярко. Он очень ярко. И он Бхагни. Она дочь Шри Джамма Махарад. То есть Ямуна является дочерью Бога Солнца, и поэтому она так же ослепительно и красиво, как Солнце. Ямуна является сестрой Яма Раджа. Да, сестрой Яма Раджа. В Индии, когда в Индии, в Акхи Пурни Маха, в Алландо Браде Брух Пурни Маха, в тех дней, в семье, они обрали это брел Хар, они обрали это сон-флоу. Я не знаю, это, в то время, в семье, он обрали это, в семье. И тогда, в семье, он обрали это сон-флоу. Умона очень мягкое сердце, она не может видеть о том, как страдают люди, и потом может уметь. И поэтому однажды в день, называемый Ракхи Пурмима, есть такая традиция в Индии, в этот день сестра может попросить у брата любое желание, и он всегда ее исполнит. Тогда в этот день сестры подходят к своим братьям и завязывают на них Ракхи, такой оберег из определенных цветов. И тогда я Муна подошла к своему брату Ямараджу и тоже завязала ему ленточку с цветами и попросила, пожалуйста, дорогой мой брат, обещай мне одну вещь. Пожалуйста, сделай так, что в один из дней, это как раз в день Картики, пусть если брат и сестра вместе войдут в мои воды, то они никогда не попадут в ад. И тогда Ямарадж пообещал ей это. И так есть традиция в том, что в один из дней, когда сестры и братиями входят в воду, ямуны, то они никогда не попадут в ад, они сразу попадут в духовную меру. Ямарадж пообещал ей это. Так что ямарадж пообещал. Ямарадж пообещал ей это€ Глоби, что она у皮, и именно она называется шок . Когда Бандавана, Бисхарасакхи, когда Матхура, он видит Кришна, Калина. Санатана Госвами пометит. И она еще более славна в Матхуле, когда она течет там, где находится Вишрамгат, где Кришна отдыхал после расправы с Камсой. Когда она в Бандаване, ее зовут Вишакра, а когда она в Матхуле, она является царицей Кришны Калина. Нажимаем Гамуна в Бадхе! Да, она является в Йовное беруhing. И ему на среди всех своих остальных сестер век является самой старшей, то есть она самая старшая среди других. Затем еще Магасимпат переходит к описанию славы Гирирача Гвардхана. Субтитры создавал DimaTorzok Что он делает сейчас? Что ты занимаешься сейчас? Сейчас я слушаю хрикатку. Ремонт делаю. Ремонт делаю. Где здесь? Вы сейчас отдельно живете, да? В его доме он делал репейринг работы? Нет, он вообще работал. А, окей. В его работе он рискует в местах. Рискует в местах. Где он сейчас живет? А где вы сейчас живете? Вместе с братом. В районе недалеко отсюда. Двадцать пять минут. Ниабай с его братом. Ниабай с его братом. Двадцать пять минут. Двадцать пять минут. В течение времени. Двадцать пять минут. Ещё раз приходите сюда, в гости. Двадцать пять минут. Однажды вы приходите в брамачаре, хорошо? Двадцать пять минут. Да, сейчас половина Брахмачари. Трай-ленировать шлухи, ситханта, татта. Трай-ленировать все шлухи, ситханта, ситханта. Хорошо? Все пытаются Брахмачари. Хорошо? Брахмачари — это хрена Кришна. Кришна — хрена Брахмачари. Брахмачари — это сердце Кришна. Они всегда в сердце Кришна. Как только станете Брахмачари, сразу попадете в сердце Кришна. Кришна, ты знаешь, пикак федер, здесь. Почему? Это один из причин, который говорит пикак, пикак — это Брахмачари. Почему Кришна носит павлины перо на своей голове? Одна из причин как раз потому, что он очень любит Брахмачари. Павлины — они Брахмачари все. Поэтому он носит Брахмачари на своей голове еще. Почему павлины все Брахмачари? Павлины размножаются не скрещиванием, не так, как другие. Они как во время танца, а у них текут слезы. Эти слезы выпивают павлиних, и от этого у них появляются птицы. То есть павлины не размножаются, как все остальные. И поэтому они всегда вечные Брахмачари. Хорошо? Хорошо. 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 Добрый день. Здесь есть три Харидаса, Гавархан, Дома Парабу и Штюль Махараши. Есть среди всех Харидасов, Гавархан, самый близкий, самый возвышенный. Это Вечный Спутник. Внешне представлен как холм Аллахан, Кришна являлся в нём игры, когда Кришна являл игру такую, что остановил проклонение Индре. Затем Индре был раз гнева, ну как вы знаете, и посылал свои тучи разрушить ими в грозу, молнию и так далее, чтобы утопить весь враж, уничтожить. И Кришна, когда поднял Гавархан, спрятал весь врач всех гопов, гопи, коров и телят под Гаварханом. И там они проводили фестиваль все эти семь дней. И на Гавархане находятся все самые сухонные игры. Находится Ратка Кунда Шяма Кунда. Множество кумыш, пещер, где Кришна проводит свои развлечения. И это очень близкий Спутник Господа Кришны. То есть Он дает покровительство всему вражу, особенно коровам, которые стоят на Его углах. И поэтому, собственно, и Кришна с именем поклонение Индре, потому что Он начал задавать вопросы и спорить с Отцом, что почему мы поклоняемся Индре, так как нам дождь и все остальное нам дает Гавархан. Поэтому давайте поклоняемся Гаварханом. И по его значению невозможно переоценить. Тем более мне из всей игры, места, с самой возвышенной во Вселенной. Ща Бахунда Ратка Кунда. Опять же, в той же стишлоке, как это начинается? Падишам, где девятое? Вайку, Хаджи, Ратка Кури, Ратка Расот, Салат. То есть там, где перечислены возрастающие все святые места. После Вриндавана, Гавархана идет Ратка Кунда. Фактически вот Гавархан, а Ратка Кунда – место у Гавархана. То есть это самый возвышенный уставок Вселенной. Вообще во всех творениях. Не только в материальном. Почему? Потому что там Кришна мило происходит. Самые сопровенные, самые возвышенные. Вончиков только в чат, и в чатах, и в чатах, и в чатах, и в чатах. Вечером мы еще больше услышим о старейшей Гиридаджи Ковардана. Продолжение следует... Продолжение следует... ... Продолжение следует... 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 Один липс в бхакти, но они отвечают к Кришна. Так что, почему Кришна-према, Кришна-бхакти, это очень блорист. Он говорит, что только один липс в бхакти по ниста, это бхакти, который отвечает к Кришна. Так что Брахма говорит, что это Брахма-стути. Брахма-стути, то есть Бхакти-стай-стиротара, слога... Брахма говорит, что Брахма говорит, что Бхакти, что они делают много трудных работ, Почему они делали так много трудно? Почему они не следили бхати? Бхати — это очень простой процесс. Стхула тушабхатина говорит, почему они делали так много трудно? Даже Krishna говорит, что это 9 либов бхати. Если вы следили только 1 либов бхати, то вы следите к Krishna. И Krishna говорит, что патрам пушпам фалам тваям. Что это такое? И FS рассказывает, что это патрам пушпам фалам тваям. Смешно говоря, что это 4 слов, патрам пушпам фалам тваяма. Я говорю, что патрам пушпам фалам тваям. И в Лабхатаха, Прадяты — это 4 слов. Но если никто не теряет, чего они становятся, то ж я боюсь. И Кристос на Сахаре говорит, что Кристос на этой...! Это четыре названия, без денег. Как вы получаете без денег, не нужны деньги. Только не нужна любовь. Поэтому, если Кришна говорит о том, почему они делали гнани? Это очень трудно. Почему? Если Брахма говорит о том, почему они делали трудно? Не нужна нужна нужна. Нужна 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 бхати. Только Кришна контролирует бхати. Брахма в своей молитве произносит, я не понимаю, почему гьяни выбирают путь гьяны, путь знания и освобождения из этого мира. Он говорит, что они все равно невозможно добиться без бхакти. Говорит, они будут совершать множество тапас, заниматься лишениями, подвижничеством. Но это в этой шлоке, в шлоке, он говорит, что это как выбивать рис из шелухи. Ну нету там ничего. Тогда как, если бы они выбрали путь бхати, то это такой простой путь удовлетворения Господа, что Кришна сам говорит, он говорит, что мне нужно всего четыре вещи. Мне нужно всего листок, цветок, воду, фрук. И я буду удовлетворен. Ничего особого трудного там нету. Кришна говорит, просто предложи мне с этим, с любовью, эти четыре вещи, на которые даже деньги не понадобятся. Это растет везде. И тогда я буду доволен. И Драма говорит, как глупы те гьяни, которые вместо пути бхакти выбирают путь гьяны? То есть, это что, яб, таф, даа, жан, саньяс, шари-асрам, 밥, упанишат, и все, как оно может быть разумным. Если вы все можете не уйти, значит, жан, адхан, ашари-асрам, если вы все можете не убрать, Вы не можете получить мукти, но как можно получить мукти? Мукти, это очень легко, если вы получите мукти, то вы получите мукти. И мукти всегда получает мукти. Без мукти, мукти не получает мукти. Мукти и мукти, это гнани, которые пытаются мукти. Но мукти не получает мукти. Они не хотят мукти. Поэтому мукти всегда получает мукти. И когда мукти приходит к кришна, то есть мукти, если у вас есть мукти, то есть мукти, то есть мукти. Если у вас есть мукти, то вы получите мукти. Мукти не получает мукти. Ведома, если вы получаете, то и нет. Когда мукти приходит, то есть мукти hilft. Все мукти приходит мукти. В результате, если человек выбирает будь яну, забирает путь-то пасти, он начинает изучать беды, сам начинает следовать беды во всем. И Кришна говорит, меня все равно этим не достигнут, но мною все равно невозможно таким образом управлять, значит, ничем невозможно управлять. И тогда говорится, что мукти без, даже те, которые мечтают о мукти, они никогда не достигнут ее, если они при этом хотя бы немножко бахти не будут совершать. Даже при помощи, даже мукти нельзя достичь без бахти, только те гьяни, как достигают мукти, которые хоть немного это смешивают с бахти. Потом говорится, что мукти-деви мукти служит бахти. Бахти наподобна царице. Когда идет царица, то вокруг собираются все придворные, все следуют за ней. Вот точно так же, если человек совершает бахти, чистая бахти, то все, все остальные из вида совершенства, они просто следуют за ней. Сама мукти следует за ней. Это ее служанка. Мукти всегда находятся улодосной столь Кришна. Сваиги, суставлинг, савтали, если кто-то проделывает бахти, то бахти, то даёшиастра-бхагавад, бхакти, не акинчанат, стараб, гунэ, татар, сомасу, цвет, что то, ... если быкти кто-то manifesting, то Но все качества, все качества в этой жизни. В Бхагаваде, если вы не бхати, вы получите много качеств, но если вы не используете любопрошенную, то все качества в качестве. И для примера, как если вы делаете один человек, если вы делаете тот человек, то вы не используете ничего, почему он не используется. Если человек старается развести какие-то таланты, старается брести какие-то особые качества, если только если у этого человека будет бхакти, то все эти качества и таланты придут сами собой. Не нужно при этом совершать отдельных усилий, чтобы обрести те или иные качества. И наоборот, если у человека и есть какие-то качества, и есть таланты, но если нет при этом бхакти, то все эти таланты, все эти качества равны нулю. Это все равно, что мертвое тело украшать различными драгоценностями, надевать на него красивые одежды, это все бесполезно и бессмысленно. Точно так же в любых качества человека, если у него нет бхакти, то просто равно нулю. И все можно сказать, что это бесполезно. Продолжение следует... Бхакти-деви, это Радхарани. Что такое Бхакти-деви? Бхакти-деви это Радхарани. Если Радхарани ками, то Радхарани ками. Если Радхарани захочет все остальное, то будет хорошо. Это карта? Мор карта? Киртан, делись на Харе. О, Харе, вол, Харе, вол. Харе, вол. О, Харе, вол. О, Харе, ув. О шри вместе с learnedрами. О, Харе. О, я и господ 힘들оров, а господинка RGB, Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok 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 Я бы просила, чтобы Раше Махарача рассказал это постепенно, чтобы она смогла это правильно понять. И сравнение с этим о том, как делают самый высший чистый праздниковый сахр, не тот, которым мы представляем себе. То есть там вначале уваривают сок, появляется курь, потом курь уваривают, появляются эти кристаллы, потом уваривают их, появляется ситопал, то, что мы никогда не пробовали. Потом ситопал еще проходит через обработку уваривания и появляется. И последнее, что это, Махарайш, последняя сладость? То есть это саркара. Саркара. То есть там маленькая крупинка, но очень-очень сладкая. Так же и в отношении Бхакты, как оно постепенно становится более концентрированным и более сладким. So now, Parikhita Maharaj, now he's telling, you know, how slowly, slowly, by telling glories of some story, he's telling, he's starting some story. Telling one story to another, another story, another story, slowly, slowly, so he's trying to, you know, telling the highest thing. И тогда, Parikhita Maharaj, чтобы объяснить разные ступени Бхакти, он начал своей матери рассказывать, например, истории каждого Бхакти. So here, he's telling, this is the... Well, Ekada, Tirtha, Murudhanai, Прayaâgi, Munisangava, Magesha, prayata, kitab, snana, madhava, samipata, One at a time, telling day through the prayer, Tirtha, the prayer, this is the... That of me... Но кто-то не уйдет. Никто не уйдет в праянии. Вы уйдете в Индии? Нет. Индии нет. Вы только видели Индии? Эти гопи – Индия. Нет, никто не уйдет в Индии. Да, в Индии. В Индии? Индия. Но я принимаю дарсан в праянии? Праянии только в тренинге. Нет, только в тренинге. Праянии? Праянии были? Нет. Нет, нет. 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 Вы хотите идти в праянии? Нет. Хорошо. 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 Меняです. М karşı дарсан на Машизи. Я currencies и ценит Тан. Благодарите всех, Вадькостям. Харшва, я говорю, что я могу встретиться в Новосибирске. Харшва, я говорю, что я могу встретиться в Новосибирске. Харшва, спасибо. И он тоже пытается приехать в Индии. И теперь попробуйте работать, хорошо работать, и получите деньги, и получите деньги. И когда вы получите деньги, вы думаете, что я хочу, чтобы брендаману купить это деньги. То есть когда будете получать деньги, все время в уме держите перед собой цель. Вот на эти деньги я подкоплю и поеду во время дару. И если в Индуране будет приходить, то он будет приходить. И если в Индуране будет приходить, то он будет приходить в Новосибирске. Это контроль. Продолжение следует... 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 среди всех священных мест, там сливаются все три священные реки Ганга, Ямуна и Сарасвати. И несколько паломников, которые посетили эту Дхаму в священный месяц Макха. Макха – это следующий месяц после Картики, очень благоприятный, очень благочестивый месяц, в месяц, в котором в Горпе они тоже совершали Катерину и Брату, необычайно благочестивый месяц. И вот эти паломники посещили как раз в этот священный месяц Макха, священную землю Праяк, и рано утром они омылись в месте, где сливаются все три священных реки. И потом посетили дальше в Вене Мадова божество, древнее божество, которое приходил на Дашин тоже сам господь Чайтанова по кругу. И сели потом на берегу, и стали прославлять друг друга. Какой же ты счастливый, говорили они. То есть у ващнауф есть такое качество – они никогда не прославляют себя, они всегда прославляют других. И вот тут вот бхакти какое показывается. Каждый из них стал хвалить друг друга. Какой ты удачливый. Это ведь не зря, что ты пришел сюда в такой знаменит, в такой священный месяц, в такое священное место, и совершаешь такую благочестивую деятельность. Каждый стал восхвалять друг друга. И они сказали, что если в месяц, санан, дарсан, они были очень активны. И даже брать, дана, тапаса, если кто-то кто-то. Кришна тоже не любит прижава, если кто-то кто-то. Когда они рассказывали, что случилось, что случилось, они сказали Парикита Матриле, «О, Матар!». И только в этот момент, один очень rich person, брамхан, он приходит, с его семьей, родственниками, родственниками, они приходят. И они в одном месте, как пасы, они сталкиваются в пасаде, 他們 Justiceели прекрасно, а лог годы, и здесь с краев, и как пасад, и они красит, а лог с пасадами, они делали это. А вот это — и все NATO. Они сделали это прекрасно, и то, что сделают ч disciplines. В да, фарапи, с фарапи, эмири, это было очень качественное праздание. Покода, Малпуа. Они делали очень вкусные, вкусные прасады. Они делали в Салаграме. Явтуласили, делали в Салаграме. И делали красивые киртаны, танцы. Араты делали. И после Араты делали, то их родители, их родители. Ваишнавасы, брамхан. Они ставили все. Они ставили все. Всего это учли, они все приведены. Потом, они ставили все. Все, кто-то начинал, и свои родители. Другие народы. Они заставили. А то, кто-то есть, все-таки расставили его. И после Араты, все родители тоже отдали в Салаграме. И они даст делали с парасад. Сегодня, что я делал, все эти спайские активы, я даю вам все, и даю вам все, и даю вам все, и они пытаются вернуться. Они установили шесты и натянули большой пандал. В центре этого пандала они сделали красивое возвышение, принесли ей шелограмм шилу и стали ей поклоняться. А потом этот богатый человек собственноручно стал готовить вкусные блюда. И рис, и тал, и сабджи приготовил, и много сладких блюд приготовил, и хи приготовил вкусно, и покоры, и молпуа, множество блюд приготовил. И сначала он призвал всех браманов, накормил всех браманов, которые были поблизости. Потом позвал всех людей, которые были поблизости, накормил и досыта. Потом накормил досыта коров, которые паслись рядом. Потом там были и собаки, и птицы, и всех накормил. А потом они с семьей приняли просаду. Потом этот богатый человек подошел к Шалаграме и сказал, «О, дорогой Господь, все, что я сегодня сделал, благочестиво делает нас, я всю предлагаю тебе». То, когда он хочет вернуть, то есть Нарад, сидит с Браамханом и Бхашна, сидит вместе, и он смотрит на всё. И когда он хочет вернуться, то есть Нарад, говорит, «О, Браамхана, Девата, Ки-яйо, Браамхана, Девата, Ки-яйо». Но Нарада является которым он знает, кто в Криснаде и он знает. Но он уже расик. Расик имеет всегда, что он хочет получить раз. Он хочет, тем как и все, Криснады, Крипаватра, Криснады, он хочет получить между всеми в Криснаде, Кто и кто кто не виноват, кто из них виноват, который из них решил, чтобы виноват всех. Нарадхи certainly говорит, о, благо Иисус! В моемence я сказал, что как виноват, как они на правил их, которые виноват, в том, что они виноват, и одно, что они виноват, и не что виноват, что они виноват. Виноват, только в последний раз, прасад, и ascansат, И там появляется народ, который видел, как с самого начала этот богатый человек, трудился, готовил, увлажал других людей, и в конце все это предложил, не взял себе, не взял себе, не взял себе. Результат от этого благочестия предложил их Шалаграмме, Нарада подошел к нему и стал его восхвалять. Говорю, Нарада, он и так знает, кто является самым возвышенным преданами Кришны. Но Нарада здесь начинает показывать ту градацию Бхакте. Он подходит сначала к этому богатому человеку, начинает его повидеть. Вы, как я так удачлив, что я вижу вас, я вижу самого возвышенного, преданного. Вы без сомнения обрели самую высшую милость Господа. Я никогда не видел такого великодушного человека, который делает такие, такие замечательные вещи, вот так служит другим. И все это предлагает человеку, что так бескорыстно все это делает. Да. Да. Когда Выяснится, что с為 Она всегда очень химолета. О, Я нет никакого братья. Это натуральный. Если кто-то говорит, О, Я люблю так много братья, Я большой девочкой. Это значит, что вы есть никакого братья. Это не братья. Это натуральный братья. Поэтому, когда вы говорите, О, Брахмана говорит, Я не люблю братья. Я полностью батья. Я много, я не люблю братья, я очень плохой человек. в Олдопадахи, а также забудет күртанам, Бактимана-Тхакура, Пряманду-Тхакур и Нарта-мадас-Тхакура. Этот күртанам всегда говорят, я имею вон 9 сутки, я имею в 0,0,0,0. Радхара сказал, я не тих, я не тих, я салю тих, это не тих, Это в природе. И теперь он говорит, что я ничего не имею в бхакти. Если вы хотите, чтобы девать, вы можете попасть в Сoutھ-Indию. Они называют, что один из Кин, даже Кин. Но вы можете посмотреть, что они есть там очень хорошие темпы. Они, кто будет везде, они там приедут, в прасад. Е Tatgo, вы поэтому как бы любил и esqueц Ариката о бхатах, ведь Е들ARE Критана есть ищет религии, что приjob Если вы можете идти в сад, в Индии, вы можете посмотреть на это. Смирение, соответственно, чем меньше у человека Бахте, тем больше у него наблюдается гордыня. И вот этот богатый человек, слыша народу, сказал, нет, нет, как вы так можете говорить? Я ничего из себя не представляю, я обычный грешный человек, говорит он, абсолютно заурядный человек. Если вы ищете настоящего преданного, то вы идите в Южную Индию, и вот там один из богатых царей поклоняется одному божеству. Он царь, но он все служит этому божеству своими собственными руками. Он служит этому божеству вся страна, и он всю страну занимает служение этому божеству. И там нет голодных, он, каждый, кто приходит в эту страну, они всех бесплатно кормят этим просадом. Он сказал, очень-очень благочестивый царь, что уходит в богатый человек. Хари Бог, Хари Кришна. So, everyone is doing bhajan, everybody is doing bhakti, what's happening? Like this, they never put any tree, never planted any tree. Easily they are coming with so much, lot of fruit, lot of, you know, their grain. Единственное, они легко приходят, не нужны, 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 и они не могут закончить, everywhere, банана tree, everywhere, this is the mango tree, everywhere, this is the coconut tree, everywhere, so fruit, so, no need to look at anybody, you know, they did not finish, you know, eating, eating, did not finish, well, why happening that, this thing, well, this country, everybody doing bhaja, when everybody doing bhaja, and Krishna, he told Bhagavad-gita, anana-sintayantamam-jejana-barjava-sat-tesan-litya-bir-sutanam-joya-kyam-bhamyam, this Krishna promised this thing, so this wall, everybody happiness, everybody, kirtana, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama 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 Rame и этот богатый человек говорит, и там, там за счет того, что вся страна совершает bhaja, то есть благочестивые люди живут, там, говорит, несметные урожаи, там, говорит, палку вот кнешь, она превращается в цветущее дерево, там зерна бросают в землю, не нужно вообще за ними смотреть, не поливать, вырастают несметные урожаи, там, говорит, столько плодов, столько кореньев, столько овощей, что их никогда просто не съесть, все это за счет того, что люди совершают bhaja в этом месте. Харашвим? Мир, что? Ана-на си мтхан, т.е. Ак bаха си мтхан, это означает, что если人ка против меня бхакти, то я показываю все, я против, все это. Тайгар Праман, они говорят, что они могут увидеть этот проект. У вас есть проект? Теперь нет времени? 12.30. Они спрашивают, что они хотят. Они подписывают этот проект. Они могут ехать, я могу показать его проекта. И он должен идти, он забыл его мала, и он будет готовить его мала. Я могу остановить это. Но в календаре написано, что оно только тогда является настоящим счастьем, когда оно постоянное. То есть когда человек станет навсегда счастливым, вот это и есть настоящее счастье. А если человек скажет, ну вот ты сейчас будешь счастливым на полчаса. Будет ли человек про это считать себя счастливым? Если счастья будет становиться всё больше, тогда оно попадает в категорию настоящее счастье. Или счастье оно только тогда, когда его можно делить с близкими. Вот тогда оно выставляется настоящее счастье. И счастье не может быть однообразным, однотонным. Оно должно быть ещё разнообразное. И тогда любой человек скажет, да, конечно, я такое счастье хочу. А есть ли счастье только на короткое время, которое только уменьшается со временем, и с ним не поделиться, и оно однообразно, то хотим ли мы такое счастье? Ну, может быть. Можем мы. Так вот, настоящее счастье приходит при решении настоящих проблем, а относительно при решении относительных проблем. Что такое относительные проблемы? Относительные проблемы это когда для одного человека будет это счастье, а для другого человека это будет несчастье. Например, человек заболел зубом. Это же несчастье, да? А ведь для кого-то это является счастье. Для стоматолога. Да, стоите. Теперь человек пойдёт к стоматологу, у стоматолога не будет безработица. У стоматолога будут деньги, и будет счастлива семья этого стоматолога. Если, например, смотрим, человека воровали, человек просто убивается, но кто-то ведь тоже при этом остаётся счастливым. То есть семья этого бура будет счастливым. Или, например, пошёл очень сильный холодный сибирский дождь. Вообще посреди зимы ужас. Одни несчастливы, а другие, которые продают зонты и одежду, соответственно, становятся счастливыми. Поскольку они для одного счастливы, для другого не счастливы, это всё, все эти проблемы называются относительные проблемы. А что же такое настоящие проблемы? Настоящие проблемы. Да, вот они для всех одинаковые проблемы. Вот они ни для кого нежелательные. И самое интересное, она будет у каждого. Что же это за проблемы? Любовь и смерть. Любовь и смерть, пришедшим сзади. Какие же наши проблемы? Настоящие ли они или относительные вокруг? С чего складывается наша жизнь? Что же является настоящими проблемами? Рождение. Те, кто видел рождение, те, кто рожали, имеют об этом представление. Те, кто туда никогда не заходили, мало имеют об этом представлении, соответственно. Так вот, те, кто рожали или не рожали, вначале, особенно вначале, потом женщину забывают, но вначале от такой нестерпимой боли она просто теряет сознание. Это боль настолько, что сознание выключается. У ребёнка, который рождается, у неё тоже всё там отключается. Вплоть до того, что память стирается. Ну и потом, не буду я сейчас вам говорить, вы так все, знаете, вы все преданы, как там 9 месяцев этот ребёнок лежит в этом кожаном мешке, в котором он не может расправиться, в 9 месяцев висит тормашками, как его паразиты кусают, кислота обжигает, как всё вокруг воняет. У него тогда очень замечательно все чувства работают, он всё это испытывает. И поэтому он всё время находится без сознания от боли. Он только иногда приходит в сознание, а так всё время без сознания. Вот это настоящая проблема. Настоящая проблема смерть, как подсказывали раньше. Когда у тебя всё перестаёт работать, то есть если у кого есть в жизни какой-то опыт, говорить о смерти хорошо, но если вдруг у нас в жизни что-то при этом отключится, потеряешь ты при этом ногу, потеряешь ты при этом руку, или вдруг перестанешь видеть, или перестанешь чувствовать, слышать, появляется такой огромный необузданный страх перед смертью, что только те, кто испытал, они могут это воочию сами сказать. Почему? Потому что смерть на самом деле так ужасна, когда ты перестаёшь существовать, и все для тебя перестаёшь, и ты для всех перестаёшь, что это и физически больно, и ещё больше ментально больно. Что же является настоящими проблемами? Старость. Когда ты становишься вот такой красивой, и вот такой бесполезной, когда ты идёшь на улицу, и все от тебя отворачиваются, лишь бы только не смотреть на тебя. Изюм вкусный. Изюм вкусный, но не старость. Что является и болезни. То есть какие сейчас только болезни нету, одна только онкология чего стоит. Это самый разный вид. Сейчас уже по часу от гриппа умирают, от всех остальных. В общем, вот этот слайд со всеми историями, он на 2 часа, на 3 часа хватит рассказать. Например, давайте в аудиторию лекцию. У вас там целое творчество перед вами открывается, и вы можете это объяснять, рисовать. Это просто как раздаточный материал вам, чтобы вы могли каждый у себя дома, как хочет Махарач, позвать своих друзей, коллег. И рассказывать им о сознании Кришны. Потому что тут вот тут ни про религию ничего не говорится, ни про Бога ничего не говорится в этом первом стадии. Это просто для людей, которые через науку понимают о том, как же жизнь-то плоха вокруг, надо же что-то решать с ней. Потом говорится, обостряется, акцентируется, показывается человеку о том, что как мы страдаем от ума-то своего. Ведь наша жизнь, она состоит из страданий, которые в основном-то от нашего ума, от того, что мы несовершенны, от того, что всё вокруг несовершенно, мне ничего не додали, а мне это всё нужно, а у меня ничего не получается. Это же у нас страдания от самого вечера до самого ночи. о том, как мы много страдаем от самых праздных живых существ, от наших соседей, от наших начальников, от наших коллег. от наших коллег. От кровати из вокруг. О, какая-то штука какая-то. Не знаю, какой-то монстр. Как мы все страдаем от того, что вдруг начнётся какая-нибудь эпидемия, какая-нибудь жара, какой-нибудь холод, пожар, что только один пожар стоит, вулканы, цунами. Колот, мороз. Всё, чего больше. Итак, вот мы посмотрели, какие уникальности есть у человеческого сознания. Мы посмотрели, какие виды, проблемы есть у людей. И что же насчёт решения всех этих проблем? Как же мы говорим, какие бывают средства решения проблем? Например, если у нас начинаются фуронкулы. В России тоже бывают фуронкулы, я слышала. То есть это когда там вулкан такой появляется на теле, из него выходит зелёная жидкость, ничем не закрываемая, ничем не засыхаемая. Ужасно больная. В Индии, когда жарко, люди перейдят манго вкусного, у них там всё тело покрывается такими фуронкулами. А почему это тоже? Оно разыгрывает тело. И все бактерии, которые в крови, они через кожу. Это очень хорошо. Это очищение, оно очень больное. Оно, 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 никогда тело не почистится, оно всё состоит из этих бактерий. Если даже при этом что-то из этого вылезет, тело от этого лучше не станет. Оно всё состоит из паразитов и бактерий, из-за которого оно всё там работает. Сложим. Так вот, можно, конечно, такие штуки лишь лить кремом. А можно почистить кровь. И тогда фуронкул пройдёт само собой. То есть решения бывают временные и окончательные. Какие же разницы между безболивающими средствами и лекарствами? Лекарства лечат болезни, безболивающие дают временное облегчение. Там, вот тут вы можете говорить про всякие свои, в общем, опыты, там, как вы сами лечились от каких-то болезней, аэрумеда там и всё остальное. Но при этом у безболивающих средств есть преимущества, облегчение боли, оно дёшево и доступно, недостатки, оно побочные эффекты постоянно несёт, нет окончательного решения, может усложнить жизнь. Ну, то есть здесь можно, что ярче всего говорить о том, что не то, что все продукты в магазинах, они напичканы канцерогенами, но и все лекарственные средства в больнице тоже напичканы канцерогенами, потому что правительству невыгодно, чтобы люди жили больше 60 лет. Поэтому сейчас у основного населения будет к 60 лет возникать рак, чтобы не платить пенсии, чтобы не платить все социальные пособия. Поэтому все косметические препараты, которые мы покупаем, все продукты, которые долгого хранения, и плюс все лекарства, которые есть, они все напичканы канцерогенами для этой самой цели. Это как одно из побочных средств. Вид обезболивающие с временным эффектом. Какие еще бывают средства для того, чтобы решить наши проблемы? Можно просто-напросто, не думать о них, можно просто-напросто, просто куда-нибудь, где-нибудь оторваться. И что у нас с просажен там? Державец на кладу. Что, в общем, как мы были в Самаре, там нас привезли на остров на этой Волге, на этом острове находился лагерь, и там приезжали люди из Самары для того, чтобы просто оторваться. Буквально там все и пили там, и радовались жизни максимально. Все для чего? Слишком уж жизнь наполнена нашими проблемами, после которых вы какого-то не думаете о них и забыть о чем-нибудь другое. Но если человек напился, то при этом проблема у него не решается, а здоровье у него ухудшится. Есть различные системы самовнушений. Когда уж очень сильно ты мучаешься над своей жизнью, то тогда есть самые разные там системы. Я там лидическая женщина, я там самая красивая, я там служу своему мужу, чем больше буду служить ему, ты будешь больше счастлива. Нужна мудрая женщина, как она подчиняется мужчине. Я молодая, что ты, подходишь себе к зеркалу, там множество, это сейчас большинство книг во всех книжных магазинах, о том, самые различные психологические приемы для того, чтобы получить временное облегчение. Какой я молодой и красивый, как у меня все в жизни замечательно, и как я всех прощаю. И от этого получаешь действительно облегчение временное. Проблема она все равно не решает. Как бы ты ни говорила, что какой ты некрасивый, все равно тебе придется болеть, умирать, рождаться и все остальное. А новомодные религии, самые различные, это когда Иисус нас, Христос всех спасет, думать вообще на философии не нужно. Или там семи хлебов, Иван какой-то. Они считают, что Иисус уже спас. Уже спас. Ну то есть, есть самые различные религии. Я в Петербурге шла, и мне несколько человек попалось, люди пишут, они там творческие, интеллигентные, они придумывают свои собственные концепции, философии, и на перекрестках стоят книги распространяют. О том, что не каждый из них придумал новую религию, как спасение человечества. В общем, этого везде хватает много, особенно в Индии. И различные достижения, новкие техники. Скоро, вот скоро обязательно будет изобретено средство от старости, от морщин, от смерти, от всего. То есть, там говорится, что вплоть до того, что люди миллиардеры, они платят свои миллиарды не своим родственникам, а какому-нибудь там научному фонду замораживают свои тела, чтобы в будущем те когда-нибудь их отморозили. Разве наука не дает решение таким проблемам? Кстати, надо было лицеписать это, тогда бы сейчас звуковой файл можно было ставить. Ну, в общем, я на флешке попробую сбросить то, что я в других городах говорила. Там подольше это было. В общем, наука дает мне проблемы? Да, дает. Ну, только временное. Окончательно там тоже. Они-то в действительности начинают все усугублять. Говорят, что люди миллиардеры сейчас ломают голову о том, что слишком много населения и сократили население. Они придумают самую различность. Они платят свои миллиарды долларов для того, чтобы сократить население. И поэтому сейчас Индия, Китай, Россия, хотя тут немногочисленные, но тоже не богоугодно, видать. В общем, она вся прививается для того, чтобы женщины были бесплодными, ну и так далее и тому подобное. Вот это юмор пошел о том, как помогает нам наука. Это вот с 90-го года до 2008-го года. Совершенно. Не замешивайся. Как нам наука помогает. Современная жизнь, работа, дом, игры, сон. Наука нам помогает превратиться в очень красивую женщину, покрасить воск, косметическое пера, операции, и превратиться в такую красивую, вот в такую, например, красивую, потому что много денег потратил. Платите денежки, в общем. Как нам наука еще помогает? Она нам... в общем тут написано межличностные отношения, они становятся абсолютно... Вот что такое? А, зависущая. Алло, компьютер завис. Может, выточилась, нет? Ну, мышка этого. Нажим миски. Нажим миски. В общем-то правая кнопка работает. Да, по идее, все работает. Пэч, пэч, да, он даже не работает, почему-то. Ну, ладно. В общем, дают ли научные достижения, мы за следующий раз с вами этого посмотрим. Несмотря на то, что много информации, быстрая коммуникация, связь по всему миру, еще теперь у людей проблемы со здоровьем, с этим связанным. То есть, все облучается, все умирает, это то, Wi-Fi, все насекомые, там, воробьи, которые... Когда вы, последний раз, видели воробьев на улице? Их меньше становится. Там, где... Вот, например, в Индии, говорили, что очень много было раньше воробьев, они все исчезли, эти воробьи. Безличное взаимоотношение и порнография теперь везде доступна. То есть, это уже в каждом мобильном телефоне зашел, посмотрел, что у каждого ребенка теперь это есть. Сейчас попробуем все туда. Дорогой Люша, как ты там? У нас с мамой все хорошо, мы скучаем по тебе, пожалуйста, выключи компьютер и спустись покушать. Любовь, твоя папа. Нет, ты сегодня не загрузила, что ли? Я же тебе отправила. Сегодня твой день рождения. Открытку мама отправила. Что? Ты хочешь посмотреть свою страничку, чтобы увидеть домашнее задание? Любви нет, рождения нет, смерти нет. Я подозреваю, что мы живем в дурацкой заставке. Юмор такой тут пошел. Можете посетить наш веб-сайт. Там написано, да, райинф, для того, чтобы ознакомиться с условиями размещения там. Добро пожаловать на форум «Сбросьте вес». Чтобы сбросить один килограмм, щеткнуть мышкой 6 миллионов праздников. И что, не получил мой e-mail? А, наоборот, ему согласие написал. Приемы самовнушения. Тут самые различные самовнушения. Тут можно более подробно это говорить и про то, что я говорила, и про то, как Дэйл Карнегин там пишет книги, все мы читаем. Это сам он с самым виском покончил там в 16-х годах. Я не читала. Я читала. А я читала хорошие. У нас в психологии в университете доставляли это учить и доклады по этому писать и по всему остальному. Такой счастливый человек, чтобы просто... Его психология довела его к психологии, его довела к своему жизни, да? Да, да. А люди стремятся быть такими, как Дэйл Карнегин. Ну, чё опять? Просто это ступеньки, на которые не надо стекляться вообще. В итоге получается, что наша жизнь это скорость без направления. Человек, он просто много чего делает и не понимает, куда он летит. А если всё-таки решение таким проблемам? Пусть в неправильном месте. Я сюда другую картинку вставлю. Есть такой русский анекдот про то, как бабушка искала иголку. Помните, нет? Ищет бабушка иголку. Подходит, долго ищет. Подходит мне в ночёк. Бабушка, а ты чё? Ты чё-то потеряла? Говорит, иголку потеряла. А чё, ты её здесь потеряла? Да нет, говорит, я её там потеряла, но там темно. Вот это... Это результат того, что человек, когда использует все эти приёмы, он ищет решение, но в неправильном месте. Вот там, например, суп не найдёшь, чтобы поесть. Или там компьютер тоже. Хотя я один раз нашла в мусорном бедре свой компьютер. Здесь в пустыне не нужно искать воду, идёт воды, и её там нету. В ресторане не нужно искать кино. А где это? В ресторане это для того, чтобы есть. Баре, это не библиотека. Если человек хочет почитать, ему нужно идти не в бар. Школа – это место для обучения. А библиотека – это место для чтения, соответственно. А мы пытаемся найти решение своих проблем, то есть мы хотим соблюсти счастье. Мы хотим избавиться от страданий. Где? Мы собираемся найти счастье и избавиться от смерти. Где? В этом мире. А этот мир называется место страданий и смерти. Мы стараемся избавиться от смерти и в мире смерти. Вот на этом заканчиваются слайды, которые показывают какие уникальные возможности человеческого сознания, виды проблем, решения проблем. Сейчас я вам покажу один из видов слайд. А второй называется «Доказательство существования Бога». Тоже интересно. Если успеем, то я покажу тоже. Проект отключился. Я тут просадик почти. Проект отключился. Нажми решку. Тебя назвал? Как ты тебя зовут? Не помнишь? Это не тайна? Дамодар? Дамодар. Дамодар? Дамодар пробудки! Дамодар! А то, что звонят, это ничего не? Да, да. Ты попроси, чтобы тебе в эту стоюнку положили. Он же взял, да. А, все уже? Ладно, тогда это в следующий раз. В общем, вторая презентация идет, где тоже без религии начинают научно доказывать существование Бога самыми интересными мыслями, самыми интересными слайдами. Ты и сделала. Теперь раз за звуком какую-нибудь запись привлечь. Продолжение следует...